На наших картах степи, реки, горы, а на колеса кинопленкой смотан путь, где нас тащили верные моторы и те дороги, что опять к себе зовут. Где нас тащили верные моторы и те дороги, что опять к себе зовут. Друзья, всем привет! Сейчас будет второй формат разговоров на кухне. Я, конечно, нахожусь не на кухне. За моей спиной панские тундры. Мы на Кольском полуострове, в самом его сердце, в центре. И здесь мы поговорим, я поотвечаю на ваши вопросы. Давайте без долгих прелюдий сразу перейдем к вашим вопросам. Сразу оговорюсь, что вопросов много, много вопросов повторяющихся. Мы выбрали несколько и их сейчас разберем. Вопрос номер один. Чем занимаетесь, как именно пришли к внедорожникам и такому формату путешествий? Ведь все всегда с чего-то начинается. Я уже где-то рассказывал, писал или в своих отчетах, или в каких-то интервью, что когда у меня еще даже не было автомобиля, мне еще не было 18 лет, было в районе 14-15, я уже со своими друзьями путешествовал по Подмосковью на электричках. Мы ездили на Сенеж, на Истринское водохранилище. Просто брали с собой палатки, какие-то перекусы, еду и уезжали на выходные. То есть 13-14 лет нам было. Потом появились первые советские автомобили, Жигули. Мы катались на них, куда нам хватало доехать бензина и наших финансовых средств. Потом с ростом каждого из нас начало появляться время, начали появляться финансовые возможности. Катались. Я начинал кататься еще на Ланцере. На Ланцере 9-м и на Ланцере 10-м я уже путешествовал по Карелии и по Полярному кругу по Северному. Потом, когда начал формироваться наш внедорожный клуб экстремальных путешествий и маршрут, тогда уже начали приходить к тому, что есть сейчас к автомобилям Nissan Patrol. Но опять же, начинали мы с совершенно других марок. У нас не было ни одного Nissan, у нас были Toyota, 80-е, 105-е. У Матвея была Mitsubishi L200 в старом кузове. И только потом, со временем, мы пришли к тому, что пришли. То есть мы постоянно развивались, мы постоянно экспериментировали, привносили что-то новое, отрезали что-то старое. Ну вот так и пришли к тому, что есть сейчас. В этом же вопросе второй подвопрос. Хотелось бы услышать маленький рассказ о каждом участнике клуба. Много очень схожих вопросов по поводу финансовой составляющей временной. То есть всех интересует, как получается нам совмещать какую-то бытовую рабочую деятельность и поездки-путешествия. Ведь, например, в этом году лично я путешествую порядка 200 дней. То есть суммарно за год. Все очень просто. То есть сначала рождалась идея и цель. То есть цель жить так, как хочется. Путешествовать столько, сколько хочется. В зимний период мы катаемся на лыжах, путешествуем какие-то пешие походы. В летний период мы ездим на автомобилях. В 2003 году я устроился на свою первую работу. Я работал менеджером по продажам. И тогда у меня была зарплата 400 долларов. Ну, по тем временам это были деньги небольшие. Хорошей зарплатой тогда считалось 1000 долларов. О, 1000. У меня была 400. То есть все финансовые обращения, они были в валюте, в условных единицах. Моей задачей было торговать декоративными красками для стен, ну, для помещений. Очень быстро я понял, что можно не только продавать эти краски внутри компании, но и самостоятельно заниматься нанесением этих материалов. Бро, ты к нам пришел? Ну, садись рядом. Садись, посиди. Вот наш помощник, это собака, которая привязалась и прошла с нами порядка 400 километров. Мы ее кормим, а она от нас не на шаг. Мы в день проезжаем на машине порядка 50 километров, и она бежит рядом. Вечером с нами спит, охраняет, показывает там, где животные и так далее. Ну, в общем, дружбан такой. Прощаться будет нам с ним очень нелегко, но мы с ним будем вынуждены попрощаться либо в Октябрьском, либо на 82-м километре. У меня такое есть предчувствие, что этот пес как раз оттуда. Ну и так, ладно. Отвлекся немножко. Сейчас глотну чайку. И продолжим. То есть, еще раз, сначала была цель, желание жить именно так, как мы живем сегодня. И вокруг этого все строилось. Я своими собственными руками красил стены, красил их около 10 лет. То есть, это был свободный формат работы, когда я работал сам на себя. Работали мы с напарником, он тоже участник нашего клуба, это Сергей Филимонов. Серега, привет! Мы с ним проработали порядка 10 лет, бок о бок. И днями, и ночами, первые три года у нас не было никаких выходных дней. Мы не отмечали, не отдыхали на Новый год, на дни рождения, на 8 марта или 23 февраля. Ни на что. Просто постоянно работали, работали, работали. И вот это понимание того, что все зависит от тебя и можно нарабатывать, и нужно нарабатывать свою свободу, вот тогда мы этим и занимались. Остальные участники клуба, так или иначе, они тоже занимаются какой-то своей предпринимательской деятельностью, какими-то сферами бизнеса. В основном это, не детализируя, это строительство. У кого-то крупномасштабное строительство, это градообразующие какие-то предприятия. У кого-то это ремонт и квартир. Но так или иначе, все сходится вокруг того, чтобы часть времени в году плотно работать, а другую часть отдыхать. По-другому не получается. Если вы наемные сотрудники и у вас 30 дней месяца в году отпуск, ну мы вот за одну поездку катаемся больше, чем 30 дней. То есть это как бы нужно понимать. Это не хорошо и не плохо, это вот просто данность. Так, думаю, что здесь я на вопрос ответил. Следующий вопрос. Вопрос про сборы. Еда, посуда, вещи. Здесь достаточно все просто. Все зависит непосредственно от формата путешествия. Едем ли мы на рыбалку и стоим лагерем на одном месте, там 7, 8, 9, 10 дней. Либо у нас кочевой формат передвижения. Когда мы там за 30 дней проезжаем несколько тысяч километров, там может быть 10 тысяч километров. Я в свое время, ну достаточно давно подготовил несколько эксцелерских табличек, в которые внес все необходимое оборудование, снаряжение, запчасти и продукты. И в зависимости от формата, какие-то вещи я оттуда удаляю, составляющие, какие-то наоборот добавляю. Касаемо пищевой раскладки, тут уже все годами сложилось. То есть расчет идет по времени года. Если у нас есть подножный корм, грибы, ягоды, рыбалка, то это тоже учитывается. Если же нету, то колораж подымается. У нас есть два клубных холодильника, в которых мы возим скоропортящиеся продукты. В первую очередь это мясо. И на протяжении практически всего маршрута нам этого мяса хватает. Одежда. Одежда опять же зависит от времени года. Вот сейчас, в август месяц, вот футболка, какие-то брюки, чтобы не кусали комары. И шапочка на голову, чтобы опять же отгнуться от комаров. В зимний период времени, соответственно, по сезону берем теплые вещи. Посуда. С посудой опять же, с посудой интересно. У нас много таких произошло изменений в плане приготовления пищи. Изначально мы готовили на маленьких туристических плиточках, сковородочке, газовые туристические баллончики. Это достаточно удобно. Баллон заканчивается, его проткнули, обожгли в костре, смяли в мусорный мешок, на крышный экспедиционный багажник до первого мусорного контейнера. Все так и было до тех пор, пока наш клуб не начал сильно увеличиваться в размерах. Когда количество участников перевалило внутри одной поездки 15 человек, готовить на этих маленьких плиточках невозможно. Каждая плиточка, она работает по-разному. Каждая сковородка греет, прогревает, передает температуру тоже по-разному. И стало это очень накладно. То есть даже на 15 человек, чтобы приготовить на завтрак яичницу какую-то с беконом, с помидорчиками, с сыром, это целая проблема. И потом все это дело нужно перемыть. Мы долго думали, что нам нужна большая сковорода. Мы ее нашли. На протяжении двух лет мы пользуемся большой сковородкой диаметром, сейчас если не ошибаюсь, 70 сантиметров. Кто был с нами на открытиях сезона путешествий в этом и в предыдущем году, в 22-23 они у нас там уже были. Попробовали. Очень понравилось. То есть на одной сковороде можно приготовить яичницу или омлет на 70 человек. То есть вдумайтесь, на 70 человек одним разом. А времени-то затрачивается не сильно больше, чем на маленьких сковородочках. Ну то есть время самого приготовления. И потом одну сковороду помыть гораздо быстрее и проще большую, чем три маленьких. Вот, например, если взять, вот мы сейчас находимся внутри поездки. Это нестандартная поездка. Мы поехали в один экипаж. И, конечно, нам такая большая сковорода не нужна. Мы опять вернулись к маленьким туристическим комфоркам с маленькими сковородочками 28 сантиметров в диаметре и маленькими газовыми баллончиками. То есть все, опять же, индивидуально, все зависит от формата. Когда нас на открытии там 70, 80, 90 человек, у нас 50-литровые кастрюли, у нас там большие казаны 70-литровые. Когда мы едем в два автомобиля, у нас, соответственно, все это минимизировано. Когда в три, ну, то есть под каждое количество людей и экипажей у нас кухня и посуда подстраиваются. Так, с этим и есть. Дальше. Вопрос про шины. Тоже очень много вопросов похожих. Я их объединил. Где какие себя хорошо показывают, а также про типы. Диагональный или радиальный. Какое давление на маршруте. Опять же, каких-то рекомендаций, кому какие колеса покупать, их нет и быть не может. Все абсолютно индивидуально. То есть двум разным людям одна и та же обувь не всегда может подойти. Я всегда исхожу из того, что есть на рынке. То есть было время, когда все ездили на гудричах. БФ Гудрич, там КМ-2, например. Все их покупали. Хорошая резина, радиальная, хорошо катится по трассе, не шумит, не кривая, не косая. На бездорожье работает все-таки больше размер. То есть обратите внимание на шины низкого давления. В 50-м размере есть какие-то, я сейчас могу ошибаться, саламандры или что-то там. Там протектора-то нет. Там у новой шины 10 миллиметров протектора. Но она работает за счет своего гигантского объема, за счет своего пятна контакта. Есть резины, резина экстремальная. Там Саймакс, сейчас китайские аналоги пошли. То есть она узкая шестеренка, очень злая, с очень гипертрофированными грунтозацепами. На болото, на болоте она не поедет, потому что у нее пятно контакта маленькое. В глине она поедет отлично. Опять же, вес автомобиля. Nissan Patrol, вот наш формат, весит 4 тонны. Но на какую его узкую резину не поставь, на ней можно будет ехать только на глиссере. То есть газу до отказа и понеслись, пока вот хватает клиренса. То есть опять же, здесь все индивидуально. Поэтому смотрите, выбирайте там по кошельку, по бюджету, по формату путешествий. Если у вас огромные расстояния по асфальту, например, вы из Москвы едете на Алтай, гор на Алтайск, или на Кавказ, летом, жара. Ну куда вам диагональную резину? Ну просто зачем она вам? То есть вы пока по асфальту доедете, уже измучаетесь. Она гудит, она плавится, она не любит высоких скоростей. Это некомфортно и смысла в этом нет. Ради того, чтобы проехать там потом 10 километров по бездорожью, да проще 10 раз отлебедиться. Но по асфальту чувствовать себя хорошо и не уничтожать детали и элементы подвески. Поэтому очень индивидуальная вещь. Если у вас есть какие-то прямо конкретные вопросы, вот давайте разбирать прямо по моделям. На Карское море, например, я ездил на китайской диагональной резине. На камне прекрасно. На трассе за счет строения такого как бы яйцеобразной формы она бежит на узкой центральной беговой дорожке очень хорошо. Очень низкий расход топлива. По болоту, опять же, не хватало мне ширины пятна контакта. В совокупности факторов отлично. Если бы у меня, например, был бы выбор поехать на китайской резине диагональной. Или на какой-то там, вот не знаю, в 42 размере была бы радиальная резина сейчас в наличии. Какой-нибудь там кевлар, например. Вот я бы поехал на кевларе. Потому что на болоте, например, она хорошо плющится, радиальная резина хорошо себя показывает. Шина низкого давления. Ну вот представьте, опять же, взять Карское море больше 4000, 6000 километров, по-моему, по асфальту мы прошли, да, вот наш трек. 6000 километров на шине низкого давления. Ну, она просто сотрется. У нее максимальная скорость, рекомендованная заводом-производителем, 80 километров в час. Понятно, что мы экспериментировали, ездили на них и 110, и 120, и 130 километров. Машина очень хорошо на них катится. Она начинает гореть. Она начинает плавиться. Не просто так завод-изготовитель, как бы, делает эти ограничения. По давлению. Опять же, вот взять два автомобиля. Не знаю, вот мы совсем недавно ездили на Кольский полуостров. С нами был Ваня. У Вани Defender 110. Он на полторы тонны в загруженном состоянии весит легче патруля. Полторы тонны. Если на эти две машины одеть одинакового размера, одинаковые модели покрышек, естественно, давление должно быть тоже разное в них. Ну, то есть, это же очевидно, это понятно. Поэтому с асфальта съезжаете и смотрите, там, скинули до единички. Посмотрели, работает, не работает. Комфортно, не комфортно. Мягко, не мягко. По необходимости еще сбросили, там, на 0,1 атмосферы, на 0,2 атмосферы. И так приходите к оптимальному давлению. Например, в одной из поездок на Кольский полуостров мы ехали на шинах низкого давления. На твердом покрытии, на грунтовке это 0,4 атмосферы. На болотах это 0,2 атмосферы и даже ниже 0,15. Возьмите, не знаю, какой-нибудь Максис в 42 размере и вот на 0,15, на 0,2 проедьте. Да его и сжует весь, он весь трещинами пойдет снизу доверху. На пробеге там в 400 километров. Ну, понятно как бы, да, все. То есть, почему резина трескается, например, диагональная? Потому что нарушаются вот эти вот параметры, заданные заводом-производителем. Их нельзя перекачивать. На низком давлении нельзя ездить на высоких скоростях, там, скажем, грейдер. Да, вот мы сбросили давление, там, до 0,6. Ехать комфортно, комфортно. Мотора хватает, хватает. Раз на их 100 километров в час, там, камни во все стороны летят, пылище. Но мы быстро передвигаемся. Останавливаемся. Она горячая, пригорячая, она вся в трещинах. То есть, шашки реально выламывает, просто вырывает. Вот. Были случаи, когда люди ездили на диагональной резине на Кавказ. Жара 30 градусов на солнышке, асфальт еще горячее. Накачали 2,5 атмосферы. При допустимых 2,1, она тоже трещинами пошла. То есть, ну, все индивидуально. Подбирайте всегда колеса под свои задачи, под свой формат. Каким образом? Только эмпирическим путем, только методом подбора проб и ошибок. Никак по-другому. Ну, и исходить из того, что есть на рынке, какие-то экзотические модели, привозить откуда-то там далеко из-за рубежа, ну, смысла нет. Всегда, если вы порвали одно или два колеса, должна быть возможность их где-то докупить. Вот, думаю, что про шины достаточно. Приходилось ли применять охотничье оружие? Бывали ли встречи с медведем? Как вы уже заметили, во многих фильмах, во многих кадрах мы перемещаемся, в кадры появляется, да, действительно охотничье оружие. Мы его всегда возим с собой. Мы никогда этого не скрываем. При всем при этом среди нас нет ни одного охотника, кто бы там следил за открытием охоты, закрытием охоты, там лицензиями и прочим, прочим, прочим. Оружие у нас только исключительно для, как бы, самоуспокоения и самообороны. Забираемся мы достаточно глубоко. Следы зверей мы встречаем ежедневно на маршрутах. Ну, следы, понятно, отпечатки лап и другие следы их жизнедеятельности. Они всегда поблизости. Бывали случаи, когда следы медведей мы видели на расстоянии 15 метров от нашего лагеря. Буквально, вот не 20, не 30, 15 шагов. Это было на Кваркуше, это было в Тверской области. Что от него ожидать, вот, мы не знаем. То есть, чего у него в голову взбредет, мы тоже не знаем. Понимаю, что если это сезон август-сентябрь, он сытый, довольный, там, мы ему не нужны, мы ему не интересны, он пойдет по своим делам. А если его встретить там в апреле, в мае, да бог его знает. То есть, я считаю, что это как в той поговорке, пословице, да, что если вам меч пригодится один раз в жизни, стоит его, имеет смысл его носить каждый день. Так же и с оружием. Не больше, не меньше. Продуктовый запас у нас огромный. Мы, у нас все-таки больше плюс еще перекос в сторону рыбалки. Рыбалка, рыбалка, грибы, ягоды. То есть, в этот формат. Одновременно заниматься и охотой, и рыбалкой. Ну, сами понимаете, ни там, ни здесь вы не преуспеете. Мы выбрали рыбалку. Оружие только вот на случай самообороны, защиты. Когда вот бывает, мы приезжаем, не знаю, какой-то Печорский тракт, например, да, там, граница Коми-Архангельская, метеостанция Барковская. Мы сидели, вот так же жгли костер. Нас было 4 человека или 5 человек, я уже сейчас 5 человек. Мы сидели, у нас чай тут, еда какая-то. И один из нас замечает, что вот за моей спиной кто-то, ну, шевелится, какие-то движения. Мы поворачиваем голову, стаи волков, 4 волка, 2 больших, 2 маленьких. Вот они подошли вот так вот из песчаного цвета, желтой травы, вот так выглядывают и стоят. Я похлопал в ладоши, они не реагируют, даже ушами не ведут, не ведут. Взяли ружье, выстрелили навесом в воздух, они убежали. Правильно мы поступили, неправильно, как-то по-другому может надо, я не знаю, понятия не имею. Но вот такое решение, оно сработало. И нам спокойнее как бы ночевать. Ночуем мы в палатках. Вот, это что касается оружия. Поехали дальше. Клуб находится только в Москве или планируете делать филиалы? Надо понимать, что клуб это не здание клуба какое-то, это просто группа людей, группа друзей. И друзья, которые находятся внутри клуба, они во многих городах. И в Екатеринбурге, и в Перми, и в других городах, и на юге, и на севере, и на востоке, и на западе, и за границей. Как таковых филиалов, у нас и в Москве их нету. На все какие-то мероприятия, клубные встречи, мы встречаемся у наших друзей на дачах, на квартирах, либо в каких-то заведениях. Вот, поэтому, если вам нужна какая-то помощь или совет, там, в других городах, обращайтесь, мы поможем. А какого-то там филиала, где у нас там каждую пятницу проводятся встречи, там, и обсуждаем какие-то темы, такого у нас нет. Все сожрала, что ли? Понятно. Ну, давай тушенку закидывай, да? Две давай, что делать? Расскажите про отношения между экипажами. Если одна машина холерик, а другая флегматик. Тут курсами психолога не обойтись. Ну и еще, 300 литров топлива, насколько это актуально? Интересно изыскание размера колеса и топливного бака на патруля. Например, 37-ое колесо и 150 литров топлива, или 42-ое, или 300 литров топлива. Ну, давайте по очереди, по частям. Касаемо отношений, психотипов, флегматики и холерики. Вы, когда попадаете, например, в нестандартную ситуацию, ну, например, вот в армию, там нету жаворонков, нету сов. Подъем в одно и то же время и отбой в одно и то же время. Там есть свои законы, есть свои правила, есть свой устав. Попадаете вы в какую-то зону боевых действий. Там не важно, там нравится вам запах, там крови, вид, не нравится. То есть вы попадаете в ситуацию, которая вас меняет. Попадаете вы, не знаю, там, не дай бог, в места не столь отдаленные лишения свободы, да? Там тоже свои правила, там никто не будет спрашивать. Холерик вы, флегматик, не знаю, сангвиник, вы там жаворонок, сова. Нравится вам картошку есть или не нравится? Вот что есть, то и будете делать. Поэтому так же и у нас, как бы, есть устоявшиеся какие-то правила, есть какие-то нормы поведения внутри нашего коллектива. И новый человек, когда он приходит, он подстраивается. Подстраивается под общий формат, а не формат, не клуб подстраиваться под этого человека. Если человеку это не устраивает, соответственно, он говорит, что, ребят, ну, я вот так не привык, я люблю поспать до обеда, а вы тут в 9 утра поднялись и улетели дальше на маршрут. Ну, соответственно, нет-нет. На нет и разговора нет. Вот, поэтому здесь все просто. Касаемо каких-то спорных ситуаций, каких-то психологических моментов, они, конечно же, бывают. Потому что маршруты бывают очень тяжелые. Бывают очень тяжелые трудовые дни. Бывают машины ломаются в болоте. Бывают машины там тонут. Это все очень большая психологическая нагрузка на каждого из участников. Все это прекрасно понимают и все знают, что рано или поздно на тяжелом маршруте эти моменты наступят. Обязательно наступят. И каждый уже готов, что это нужно где-то промолчать, где-то ничего не ответить, где-то не обратить внимания, где-то помочь. Потом будет дневка, потом все выспятся, с утра встанут, попьют чайку сладенького и все будет хорошо, мы поедем дальше. Без этого никуда. Здесь все-таки наш формат путешествий, он связан с какими-то лишениями, с какими-то трудностями, с какими-то сложностями и физическими, и психологическими. Это нужно понимать. Но здесь ответственность лежит на каждом из участников. Каждый из участников должен понимать, что такой наступит обязательно. И он должен себя повести в этой ситуации максимально корректно. Все. А, вторая часть вопроса. Касаемо размеров колес, отношения размера колеса и топливного бака. Никаких таких взаимосвязей абсолютно нет. Есть люди, огромное количество людей, которые ездят на 45-х колесах тракторных, на портальных мостах. Но все их форматы путешествий это 100 километров от Москвы. Ну зачем им нужны эти 300 литров топливных баков? А кто-то ездит на 35-х колесах, на шоссейке на какой-то и проезжает сотни, сотни, тысячи и тысячи километров путешествия по всей стране с запада на восток. Конечно, ему нужен запас, если он путешествует вне заправок или где есть риск заправиться плохим топливом. Поэтому здесь все опять же индивидуально, все зависит от формата. Чем больше колесо, тем сложнее маршрут, тем больше топлива нужно на этот маршрут. Например, центральная поездка этого года, я пока не хочу ее анонсировать, но там нам понадобится, я рассчитывал, я готовил этот маршрут, я его планировал, 340 литров на каждый автомобиль. И это впритык. 340 литров. То есть подумайте. Дальше. Как устроена финансовая составляющая в клубе? Делаете ли вы постоянные взносы или финансируете только предстоящую поездку? Итак, в нашем клубе есть взносы, ежегодные, ежемесячные. Это некий такой фонд, из которого мы берем финансы и покупаем что-то необходимое для клуба. Снаряжение какое-то, шатры, генераторы, связь, что-то общественное, посуду, какие-то там огромные большие клубные сковородки, казаны, под них печки, плиты и прочее. И есть отдельно составляющая финансовая на конкретно взятую поездку. Ведь в каждую поездку ездит разное индивидуальное количество участников. Мы рассчитываем эту поездку, которая состоит из расходов на топливо, продукты, медикаменты, ну какие-то еще индивидуальные вещи. Считаем сумму, делим на количество участников, вот все получается. То есть у нас некоммерческая составляющая. Если что-то там какие-то остаются там средства свободные, мы их опять же там передаем в клуб или что-то на них покупаем. То есть какого-то такого накопительного постоянного фонда у нас нет. Так, с финансами разобрались. Следующий вопрос. Принятие решения о поездках принимается коллективно или все-таки есть решающее мнение капитана команды? Опять же по-разному. Разные люди, разные участники готовят разные маршруты на предстоящий год. Поездки у нас состоят из открытия, закрытия и сейчас уже двух центральных поездок. То есть 4 поездки в год примерно. Кто-то готовит одну поездку, кто-то готовит другую поездку. Естественно, человек, когда он прорабатывает маршрут, он прорабатывает его полностью. И продуктовую составляющую, и график движения, и расходы топлива, и точки заправок, где мы были, и гостиницы, или просто какие-то точки, где мы останавливаемся в лесу полностью. И естественно, он владеет большей информацией и его слово более значимое, более весомое, главное. Но при всем при этом, никогда руководитель поездки, руководитель маршрута жестко не отстаивает свою точку зрения, свою позицию. Какие-то вопросы принимаются, решаются коллективно. Ну, например, вот мы в графике было ехать тысячу километров. Но по каким-то причинам мы задержались по пути, на дороге, не знаю, там какая-то поломка, ремонт автомобиля. И понимаем, что мы тысячу можем не пройти. То есть мы можем ее пройти, но все будут уставшие, утомленные, мы выходим из графика, мы переходим из режима дня, бодрствования, в режим ночи, когда мы должны спать. И мы принимаем решение просто на ходу, в рации, в переговорное устройство. Там, ребятки, вот мы проехали там не тысячу километров сегодня, а 700. Но мне кажется, что уже пора останавливаться, выбирать место для лагеря какое-то новое, готовить ужин и отдыхать. Завтра получится у нас отбить эти там недостающие километры, получится. Ну, не получится, не получится, значит, будет какой-то резервный день. То есть все решается, все в переговорных процессах, все достаточно лояльно. Микроклимат в клубе. Как удается создавать здоровую атмосферу в клубе? Ничего сложного в этом нету. Наверное, причина здесь одна. В клуб, вот прямо в клуб, в его ядро, приходит очень небольшое количество участников ежегодно. То есть, может быть, один человек добавляется, может быть, два человека. Ну, больше, наверное, не было ни разу, чтобы там три человека в клуб пришлось в течение одного года. Поэтому люди приходят, и они принимают те правила, то поведение, тот психологический внутренний настрой, который уже есть. Это, как знаете, есть такая история, опыт такой психологический про обезьянок. Когда в клетке находятся четыре обезьяны, стоит лестница какая-то с тремянкой, под потолком привязана гроздь бананов. И вот обезьяна бежит, хватает банана, и в этот момент ударяет обезьяну током, а, ударяет всех током, и включается ледяная вода. Все начинают это понимать. В этом помещении все обезьяны, все животные, все приматы. И когда в следующий раз обезьяна пытается забраться за бананами, все другие накидываются на нее и начинают ее бить. Ну, что, типа, больно-то всем будет? Всех током ударит, а не только тебе одну. Потом эксперимент продолжается дальше. Одну обезьяну убирают и добавляют новую. Так как бы не в курсе, видят эти бананы, за этими бананами, на нее сразу накидываются, едет тумаков там. Да они в понятках, ну ладно, правила такие, значит. Она же не знает последствий, она же новая, она же не знает, что там воду сейчас холодную включат, она не знает, что сейчас с электричеством будут бить. И так постепенно всех обезьян меняют. И все обезьяны не в курсе, почему нельзя сорвать эти бананы. Но все как бы придерживаются тех устоявшихся правил. Так и у нас, собственно, когда приходит новый человек, ну как, вы приходите в новый коллектив, вы же там не эгегей сразу, там, да вы, ну, все равно новые люди. Со всеми нужно познакомиться, ко всем нужно притереться как-то там, пообщаться, понять психологию поведения там каждого из участников. Вот. И люди просто перенимают те как бы правила, нормы общения, которые есть у нас. Ну вот и все. Следующий вопрос. Как боретесь с мошкарой, гнусом и так далее? Ну как, как и все, очень просто. То есть у нас два способа борьбы с мошкарой. Это какие-то репелленты-дезодоранты, которыми мы брызгаемся, либо спирали, которые мы поджигаем. Когда руки свободны, то, в принципе, в этом нужды нет. Есть там москитные сетки какие-то, одежда с длинным рукавом. Да, кусают, но досаждают не сильно. Когда у вас заняты руки, вы, например, занимаетесь ремонтом автомобиля там или еще чем-то, и вас сжирают снизу доверху. Ну, конечно, то есть хочется чем-то побрызгаться, и чтобы они не отвлекали. То есть это же не просто укус, они залезают там в глаза, под веки, в уши. То есть бывает вдыхаете этих, эту мошкару, когда ее много. Вот, но в целом, как бы, первый выезд куда-то там в болото, в мошкару, он какой-то неприятный может быть. Да, а потом мы адаптируемся и к концу сезона, к концу года. Ну, есть комары, и есть, нету, и нету. То есть мы их особо внимания на них не обращаем. Кстати, ради шутки мы хотели провести такой эксперимент спреев, аэрозольных этих вот препаратов от мошкары, от комаров, от гнуса, от клещей. Покупали разные. Ну, где-то по цене, где-то там по объему, еще чему-то там. Все торговые марки мы перепробовали, все там. Всякие оффы, гардексы, не знаю, там какие-то еще были от насекомых там. Лучше всего работает. Работает, хотите рекламу, хотите рекламу, как хотите. То, к чему мы пришли, то, чем мы пользуемся сейчас, это рифтомид. Продают их в Екатеринбурге, завод у них в Екатеринбурге, мы покупаем оттуда. Наш клубный экипаж, как раз Жеки и Макса, нас снабжают этими баллончиками. Реально работает, реально надолго, но достаточно такой ядреный, в закрытом помещении или в машине лучше не пользоваться. То есть на свежем воздухе. То есть если набрызгаться в автомобиле, даже продохнуть не можешь. Но как бы задачу свою выполняет. Так, это что касается Машкары и Гнуса. Следующий вопрос. Нет ли у вас планов поехать по пустынным районам бывших советских республик? Туркменистан, Узбекистан и так далее. Планов у нас и желаний огромное множество. Вот целей, наверное, на всю жизнь не хватит, если ездить постоянно. В ближайшей перспективе очень хочется посетить Алтай. Мы должны были быть на Алтае в этом году, но сделали рокировку, перенесли его на следующий год. Очень хотим посетить Дальний Восток. Много об этом говорим, обсуждаем, планируем. Но надо понимать, что маршрут из Москвы на Дальний Восток и обратно в Москву – это очень продолжительный маршрут. Хочется же пройти и по Колыме, и вокруг Байкала сделать кольцо, и 110-й. Хочется побывать и в Магадане, и в Находке. Это огромное расстояние, если вы посмотрите на карту. А возвращаясь с этого маршрута, если говорить в вашу сторону, то сюда, от Находки и Владивостока, с 41-й параллели, можно было бы пройти через Китай, Китай, Монголию, Казахстан и вернуться обратно в Москву. Это было бы круто, но это порядка трех месяцев. Трех месяцев поездки, то есть это времена и финансовые составляющие очень затратны. А так, конечно, отвечая на ваш вопрос, мы хотим побывать везде. Еще очень много мест, где мы не были. В Центральную Азию вообще очень много друзей, знакомых, которые нас приглашают. Говорят, давайте, приезжайте, тут такая еда, такие овощи, такие фрукты, такие кулинарные изыски. Там все вам покажем, расскажем. Везде хочется побывать. Думаю, что со временем, ну, потихонечку, потихонечку будем осваивать и эти районы, и эти регионы. Как прокладываете маршрут, расчет топлива и еды? Ну, я вроде уже на этот вопрос отвечал, то есть еще раз, все индивидуально. Давайте, наверное, про маршрут. То есть, как рождаются маршруты. Вот такого вопроса не было. Маршрут рождается от чего-то, от какого-либо желания. Это либо посмотреть что-то новое, либо это формат просто испытать себя, преодолеть, половить рыбы, поездить по каким-то неизведанным заброшенным уголкам нашей Родины, познакомиться с новыми людьми. Отсюда и строятся вот эти планы, а от планов уже строятся все раскладки, все необходимое, запчасти и прочее. Например, в этом году у нас появился прицеп. Вы в фильмах это уже скоро увидите, либо уже увидели. Мы начали перемещаться с прицепом, и эта идея нам очень понравилась, потому что дальние маршруты, они требуют огромного количества вещей, скажем так. Тоннаж увеличивается. И мы решили поэкспериментировать. Может быть гораздо легче тащить за собой вес, чем ввести его внутри машины, чтобы было распределение. То есть добавляется еще одна ось. Не две оси, как у автомобиля, а добавляется третья. И вы знаете, уже кое-что нам понравилось. Есть планы на будущее в развитии этой темы. То есть прицеп, он интересен. Он добавляет новых нюансов положительных. Так, вопросы у меня закончились, подошли к концу. Это не все вопросы, это те, которые мы выбрали для этого формата. Мы это будем продолжать. Если вы ответы на свой вопрос не увидели, не расстраивайтесь. Мы к ним еще обязательно вернемся. Если у вас есть новые вопросы, пишите их в комментариях. А мы с вами прощаемся. До новых встреч, до новых путешествий. Пойдем готовить ужин в этом прекрасном месте. Субтитры создавал DimaTorzok